Итак, несколько минут назад в Тегеране завершилась пресс-конференция по итогам саммита России и Иран-Турции. Ключевой темой стала обстановка в Сирии. Наш военный корреспондент Евгений Поддубный сейчас на прямой связи со студией. Евгений, здравствуйте. На трехстороннем саммите Иран-Турции-России лидеры стран говорили о мирном урегулировании и прозвучал призыв к боевикам. В Идлибе сложить оружие, объявить перемирие. Расскажите, пожалуйста, что сейчас представляет из себя провинция Идлиб и как вы считаете, возможно ли перемирие, возможно ли, чтобы боевики, которые засели в Идлибе, услышали этот призыв? Да, Мария, здравствуйте. Но в первую очередь эти призывы обращены к так называемой умеренной вооруженной оппозиции. Она, безусловно, есть в провинции Идлиб. Причем, по нашей информации, около 20 тысяч боевиков различных группировок, которые не являются террористическими. Сейчас находятся на севере Сирийской Арабской Республики, в провинции Идлиб. То есть, теоретически с ними можно вести переговоры. Тем более, опыт успешных переговоров с вооруженной оппозицией уже есть. Более того, я напомню, на юго-западе Сирийской Арабской Республики боевики так называемой вооруженной оппозиции, бывшие боевики, наряду с правительственными силами, участвовали в операции по уничтожению террористов так называемого Исламского государства в провинциях Дырам и в провинциях Кунеретра. Вот, если говорить в целом, то провинция Идлиб является сейчас наиболее крупным убежищем террористических группировок. В первую очередь, я говорю о террористической группировке Хая Тахрир Ашам. Более известна она нашим зрителям как Джаббат Ан-Нусра. Это бывший филиал Аль-Каиды в Сирии. Сейчас значительную часть провинции Идлиб контролирует именно член этой международной террористической организации, которая признана, например, террористической организацией Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот здесь, конечно, переговоры более затруднительные в силу того, что и в принципе с террористами идти на переговоры власти не собираются. Да и сами боевики бывшего филиала Аль-Каиды в Сирии не настроены вести переговоры. Более того, используя провинцию Идлиб, а это зона деэскалации, где боевые действия, активные боевые действия не идут. Боевики террористических группировок регулярно нападают как на подразделения правительственных сил, которые находятся вдоль линии соприкосновения, в провинции Хама, в провинции Латайки, а также в провинции Алеппо так и устраивают попытки нападения на российских военных, которые находятся на авиабазе Хмимин. В провинции Латайки используют для этого беспилотные летательные аппараты ударного типа. Собственно говоря, эти беспилотники еще на подлете к базе сбивают противовоздушные системы, которые находятся на авиабазе Российской Федерации. Но сути это не меняет. Боевики, используя и зону деэскалации, используя и большое количество мирного населения, что находится в провинции, пытаются атаковать правительственные силы российских военных. Собственно говоря, при этом режим прекращения огня сохраняется. Хотя авиация Воздушно-космических сил России уже наносит точечные удары, а в том, что они точечные, можно убедиться, изучив данные объективного контроля, то есть данные с беспилотных летательных аппаратов, именно по складам боепитания, по базам, где изготавливают беспилотные летательные аппараты, боевиков Хаята Хрирошам, то есть бывшего филиала Аль-Каиды в Сирии. В первую очередь провинция Идлиб сейчас, это, конечно, последний шанс для террористов, ну что называется, зацепившись за Идлиб, сохранить вообще даже теоретическую возможность противостояния с правительственными силами. То есть в случае, если провинция Идлиб будет возвращена под контроль официального Дамаска, террористическая организация Хаята Хрирошам, крупнейшая сейчас, в целом на Ближнем Востоке, фактически будет уничтожена, ну, либо практически уничтожена, то есть уйдет в подполе. Для противников освобождение провинции Идлиб, в первую очередь для Соединенных Штатов Америки, это отличный повод, к тому же и Владимир Путин об этом говорил буквально полчаса назад. Поступила информация о том, что боевики вновь планируют провокацию с химическим оружием, которую и американцы уже использовали в качестве предлога для нанесения удара и могут воспользоваться этим предлогом вновь. Но вот стоит отметить, что российское оборонное ведомство еще несколько недель назад заявляло о том, что такая провокация готовится, но это не останавливает Вашингтоны от жестких заявлений, от того, чтобы игнорировать проблематику борьбы с международным терроризмом. То есть можно сказать, что когда речь заходит о интересах американцев в регионе, то проблема борьбы с террористическими группировками, которые представляют серьезную опасность, становится для Соединенных Штатов Америки никчемной. Но в целом здесь нет ничего нового. Также было перед тем, как правительственные силы начинали операции против террористов и в Алеппо, и на юге страны, и даже там, где операции шли против боевиков так называемого «Исламского». Государства тут вообще спорить аргументов не было, но вот мнение было другое. В любом случае, сейчас провинция Идлиб – это последний сирийский регион, где находится такое большое скопление крупных террористических группировок, причем это не просто какие-то банды, это хорошо структурированные организации, в распоряжении которых есть ресурсы и тяжелое вооружение, и это теперь известно даже химическое оружие. Мария. Да, Евгений, ну вот позвольте еще один вопрос. На тегеранской конференции сейчас лидеры стран также говорили о необходимости возвращения беженцев в Сирию, о возвращении страны в целом к мирной жизни. Как Вы считаете, когда, при каких условиях беженцы могут начать возвращаться в свои дома, в каких районах в первую очередь это будет возможно? Мария, ну стоит отметить, что беженцы уже возвращаются в свои дома на те территории, что освобождены от боевиков различных радикальных группировок, и те территории, которые добровольно отдала под контроль правительственным силам так называемая вооруженная оппозиция. Процесс этот небыстрый, в силу того, что люди уезжали тоже небыстро, много лет подряд отток граждан Сирии в другие страны происходил, в силу того, что люди бежали от войны, от тяжелой экономической ситуации. Сейчас в первую очередь начали возвращаться те беженцы, которые бежали из Сирии в соседние страны. В первую очередь это Турция, Ливан и Иордания. Причем из Ливана беженцы начали возвращаться ранее, так как ситуация на границе Сирии и Ливана была достаточно стабильной, и пограничные пункты пропуска работали, в принципе, все время, что идут боевые действия в Сирии из Турции. Процесс возвращения беженцев затруднен, и в силу того, что провинции находятся до сих пор под контролем незаконных вооруженных формирований, и в силу экономических причин многие беженцы, даже не многие беженцы, а большая часть вообще беженцев сирийских, которые уехали в Турцию, живут, собственно, в Стамбуле, и там, естественно, их доход выше, чем мог бы быть в Сирийской Арабской Республике. Из-за Ордании беженцы также начинают возвращаться в Сирию, в первую очередь в южные провинции, это Дерас, Уэйда и Кунейтра. Там, после того, как операция правительственных сил по освобождению юго-западной части Сирии завершилась, был открыт пограничный переход, и ситуация на границе стала стабильнее. Сейчас все зависит от того, насколько экономическая ситуация в Сирии будет, ну, что называется, выравниваться. Дело в том, что власти уже уделяют внимание и восстановлению инфраструктуры, автомобильных дорог, восстановлению водоснабжения, электроснабжения. Но Сирия разрушена в результате боевых действий значительно, и, естественно, быстро это сделать не получится. Хотя сирийские власти действительно критически поврежденную инфраструктуру и критически важную инфраструктуру восстанавливают достаточно оперативно. Мы неоднократно рассказывали о том, почему и как беженцы возвращаются в Сирию, и почему некоторые беженцы не хотят возвращаться в Сирийскую Арабскую Республику. Такие, конечно, тоже есть. Это, в первую очередь, те люди, которые лояльны радикальным исламистским группировкам. А такие среди беженцев не редкость. Проживают они и в Ардане, и в Ливане, и в Турции. И, безусловно, ехать в Сирию они не захотят, в первую очередь, потому что будут опасаться правосудия. Здесь работают органы безопасности. Естественно, обладают информацией о том, кто являлся пособниками террористов, и кто участвовал в террористических актах, которые произошли за время противостояния на территории страны. Есть еще одна группа, которая не спешит возвращаться в Сирийскую Арабскую Республику. Это те беженцы, которые смогли сформировать, что называется, на новом месте свой бизнес, купить жилье. И они будут ждать того момента, когда в Сирии будет полностью восстановлена экономика для того, чтобы, ну, что называется, без потерь вернуться домой. Но большая часть беженцев, это люди, которые за рубежом живут в ужасающих условиях, в специализированных лагерях для сирийских граждан. И вот они, конечно, ну, что называется, всеми силами пытаются вернуться домой. Есть небольшие бюрократические проволочки, так как на территории Ливана, Турции и Ордании многие находятся вообще без документов. И вот они ожидают, когда власти этих стран просто восстановят им документы, которые необходимы для того, чтобы покинуть территорию страны и вернуться в Сирию. Но этот процесс уже стартовал, и уже люди начинают восстанавливать свои дома. Особенно это касается тех районов, где ситуация стабильна. И, что называется, до линии разграничения достаточно далеко. Это территория у столицы Сирии, у Дамаска, это территория южных провинций, также это территория, которая граничит с Ливаном. И, конечно, это Средиземноморское побережье Сирии, я говорю о провинции Латакия. То есть этот процесс запущен, но ждать того, что все 7 миллионов беженцев вдруг за один месяц вернутся домой, конечно же, наивно. И, конечно, в этом процессе важна политическая воля, она есть. Спасибо. Наш военный корреспондент Евгений Поддубный работает в Сирии.